Белое нельзя воротить Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет Ньютон, не забыв, Александр Сергеевич прогугливается Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет Он является следствием симметрии нашего пространства Относительно вращения вокруг любой айти Если поворот или изотропности пространства Если поворот на любой угол ничего не меняет В таком мире обязан сохраняться момент импульса Но давайте для начала договоримся, что такое момент импульса Вот это начало координат, x, y, z Вот здесь есть материальная точка, которая летит Вот, например, ее импульс, равный m на v А вот это ее радиус-вектор, r По определению, моментом импульса Называется векторное произведение r на p Или что то же самое, m, r на v Вот такая штука называется момент импульса Обратите внимание, что момент импульса Зависит от выбора начала координат Если в этом месте находится материальная точка А начало координат вы выберете в другой точке r будет другим И момент импульса будет другой Понятно, да? Вы скажете, а что это? И закон сохранения момента импульса Будет выполняться только в одной системе координат В другой он не будет работать Нет сохранения момента импульса вообще для всех Только в одной какой-то системе будет сохраняться момент Ну, теперь хочется какое-то ощущение Что это такое? Ну, вот давайте рассмотрим чего-нибудь совсем простое Пусть у нас камень крутится на веревке по окружности Вот так крутится камень Вот его масса Вот его импульс А он удерживается в центре веревкой Ну, логично в центре поместить начало координат Поэтому вектор r смотрит сюда Теперь надо создать векторное произведение Векторное произведение перпендикулярно плоскости, образуемой со множителями Эта плоскость – это окружность Поэтому векторный момент импульса смотрит перпендикулярно плоскости окружности Сейчас, если я r умножаю к p, большой палец показывает сюда Поэтому момент импульса смотрит по оси окружности Очень просто Если момент импульса смотрит сюда То кисть показывает, куда крутится тело Если бы тело в эту сторону крутилось Момент импульса смотрел бы вот сюда Кстати, а в этом направлении что смотрит еще? Угловая скорость Потом мы увидим, что момент импульса Будет пропорционален угловой скорости Ой, как похоже А здесь будет что-то напоминающее массу Коэффициент, связывающий не скорость и импульс, а момент импульса и угловую скорость Эта штука будет называться моментом инерции И вот она окажется тензором потом Тут масса будет не скаляра, но аналог массы будет тензором Но это будет чуть позже Когда не одна точка, а когда их много Чтобы вывести закон сохранения момента импульса Сосчитаем скорость изменения L DL по DT равняется D по DT R на P Ну, друзья, я вас уже учил дифференцировать векторное произведение Как надо дифференцировать? Сперва один сомножитель, второй в покое Потом второй сомножитель, первый в покое Поэтому это будет D R по DT на P Плюс R D P По DT Но D R по DT это что такое? Скорость А P это M на V Массу можно вынести, как скаляр Поэтому получится масса V векторна на V А векторное произведение вектора на себя чему равно? Нулю По модулю это произведение векторов на синус угла между ними Синус 0 Это 0 Плюс R А D P под DT это что такое? Суммарная сила Друзья мои, в физике так часто встречается векторное произведение R На силу, что для него придумали специальное название Такую штуку называют моментом сил Это по определению момент сил Например Если сейчас равнодействующая сила К этому телу Направлена как-нибудь Ну даже не знаю Ну вот так То когда я R Смотрящий вот так Умножаю на F Модуль момента силы Это будет Модуль R На модуль F На синус угла между ними Но этот угол Равен этому углу Если я отсюда опущу перпендикуляр То умножив R На синус этого угла Я найду длину вот этого перпендикуляра L Что такое L? Это расстояние от Выбранной точки на оси вращения До прямой, вдоль которой действует сила Это плечо, друзья Поэтому модуль момента сил Это просто произведение силы На плечо Это то, которое Было в законе Архимеда с рычагом Помните? Только там говорили, что Сумма моментов Крутящих по часовой стрелке Должна равняться сумме моментов Против часовой А теперь, оказывается, у нас момент силы Стал вектором Правда? Квазивектором Или Ну, потому что векторное произведение Да? Господа Если момент сил равен нулю То в этом случае Момент импульса Сохраняется Господа, если сумма сил равна нулю То момент импульса сохраняется И тело будет крутиться так же Только не обязательно Чтобы момент импульса равнялся нулю Чтобы сохранялась сумма сил Может быть, сумма сил не ноль А момент сил может быть ноль И вот сейчас Мы введем Новый Очень важный тип сил Который является важнейшим подмножеством сил вообще Это центральные силы Центральными Называются такие силы Действующие на материальную точку Которые всегда направлены по прямой Соединяющей нашу материальную точку С некоторой точкой Которую называют полюсом Или центром сил То есть, вот если это полюс То в этом случае сила В этой точке Может действовать Либо сюда Либо сюда Но не под 37 градусов Но этого еще мало Чтобы это была Сила центральная Надо еще Чтобы величина этой силы Зависела Только от модуля Расстояния Можно То есть, если у нас расстояние изменилось То изменилась сила Но она не должна зависеть от угла То есть, если на таком же расстоянии Здесь точка находится То сила будет действовать сюда И такая же Можно придумать силу Которая вот так действует больше, чем так Ну, придумать можно Но чтобы сила была центральной Надо, чтобы сила смотрела только по прямой И зависела только от модуля расстояния Но не от углов Ну, чтобы написать это Написать очень просто Если сюда смотрит вектор Р То центральная сила Должна смотреть вдоль вектора Р Я умножу на Р И поделю на модуль Р Я задал единичный вектор Смотрящий вдоль Р И должна она зависеть От модуля Р Вот если так устроена сила Она смотрит По прямой Соединяющий центр с точкой То есть, ее Направление задается вот таким ортом И зависит только от расстояния То такая сила называется центральной Пример центральных сил Ну, наверное, когда вы по окружности На веревке что-то крутите Сила натяжения нити Смотрит к центру Но она константа вообще Нет Ну, правда, когда меняешь скорость вращения Она меняется Наверное, сила упругости Пружина, да? Если она либо растянута Она тогда сюда смотрит Если она сжата В другую сторону Но она тоже центральная Кроме того, гравитационная сила центральная Если у нас есть точечная звезда Или круглая звезда И здесь планета То она смотрит сюда Только стоп Она центральная Когда у нас есть только одна звезда И одна планета Если у вас летает много еще планет То понятно, что сила суммарная Действующая на эту планету Не будет направлена к полюсу Она будет уже зависеть От положения всех остальных планет Еще к центральным силам Относится кулоновская сила Если здесь один заряд То второй либо притягивается Либо отталкивается Я вам скажу великую тайну Все фундаментальные силы Центральные Оказывается, фундаментальные силы Слава Богу Центральные Так вот, друзья мои Если сила у нас центральная То в этом случае Скорость изменения момента импульса Это есть r Векторно на r Делить на r На f От модуля r Смотрите Р скаляр Модуль r И f Модуль функции Можно вынести Это будет f От модуля r Делить на r А здесь r Векторно на r А сколько будет r векторно на r? 0 При движении в поле центральных сил Момент импульса Всегда сохраняется Поэтому Если у нас Вокруг солнца Которое пока будем считать точкой Летает Одна земля И больше ничего нет И землю мы будем Тоже считать точкой Наверное мы помним Что гравитационные силы Центральные Кстати не факт Что земля летает По круговой орбите Она может летать И по эллипсу И по параболе И по гиперболе И по кругу Но если сейчас Вот здесь земля Находится И у нее Скорость Импульс Смотрит сюда r Смотрит сюда То момент Импульса Смотрит сюда И он Перпендикулярен Той кривой По которой летит Планета И он Сохраняется Он сохраняется И по длине И по направлению А если он Сохраняется По направлению А он Перпендикулярен Кривой По которой летит Наше тело То это означает Что плоскость В которой лежит Эта кривая Сохраняется Во времени А это означает Что земля Вокруг солнца Летает По плоской Орбите А не по какой-нибудь Такой Земля не может Летать вокруг солнца Вот так покачиваясь Она обязана летать По плоской Траектории Это Следствие Закона Сохранения Момента Импульса Согласитесь Это уже Нетривиальное Утверждение А что бы Земля вот так Не летить Вокруг солнца А нельзя Потому что Гравитационные силы Центральные Кстати Еще интересно Земля Не просто так Летит А она летит Так что Модуль Этой штуки Постоянен Я напомню Что если мы Р умножим На П То мы получим С вами Площадь Параллелограмма Натянутого На два Таких вектора Площадь Такого Параллелограмма В два раза Больше Площади Вот такого Треугольничка Теперь У нас есть ДЛ По ДТ Которая Сохраняется Поэтому Если я Умножу Сохраняющуюся Площадь На время ДТ То мы Сколько-то Пролетим В ДТ Это будет Маленькое Перемещение И у нас Получится Маленький Вот такой Треугольничек С криволинейной Стороной И оказывается За одно и то же Время ДТ Здесь И здесь Площадь Треугольника Окажется Одной и той же Хотя Скорости Движения Земли Будут разные Наверное Здесь Она летит Медленнее Она далеко От Солнца Теперь Она будет Притягиваться К Солнцу И здесь Она подразгонится Но оказывается Что планеты Летают так Что площади Криволинейных Треугольников Которые Заштриховываются Радиус Вектором Планеты Проведенной Из Солнца Из звезды Сохраняются За одинаковое время Это называется Второй закон Кептера Оказывается Второй закон Кептера Не более чем Следствие Центральности Гравитационных сил Это интересная история Она мне ужасно нравится Дело в том Что когда-то Было много споров Было много Космологий Сперва Была жуткая Космология Плоская земля Слоны Киты И тогда еще Наш мир Не был Изотропен Там было Понятие Низ Земля Хотела упасть Вниз А слоны Киты Не давали Но потом Изотропный Анизотропный Мир Убрали Решили Что Земля В центре А во все Стороны Все одинаково Потом стали Говорить Что Солнце В центре Была Гео И гелиоцентрическая Система Мира И они Сильно между Собой Спорили И споры Были Жаркие Такие Жаркие Что иногда Они друг друга На костры Любили таскать Да Бывало Правда Если честно Я знаю только Одного Человека Которого За Космологию На костер Стащили Это Коперник Да Коперник Но кстати Его не за Космологию Пока он Говорил Что Множественность Миров Ну церковь Так его Журила Конечно Даже с интересом Относилась Но потом Он Дотрепался До того Что сказал Что церковь Неправильно Бога Трактует И вот После этого То его И сожгли Так сказать Так что Вовсе Короче Космология Ему прощали Он там В другом Перетрепался Но тем не менее Когда споры Были жаркие Нашелся человек Который сказал Господа Давайте Не будем спорить Давайте Все сперва Хорошо Измерим А уж Когда будем Иметь Много Экспериментальных Данных Будем обсуждать Кто вокруг Кого крутится Земля Вокруг Солнце Или Солнце Вокруг Земли Как Звали Этого Человека Как Тихобраги 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 По-моему Он был Чех И жил В Дании Или может быть Был датчалин Мчерская В общем Не помню Но надо сказать Что он был Очень богатый Человек И он получил От короля Дании Грант Софинансированием Половина От короля Половина Из своего Кармана И на эти деньги Он на одном Из островов Балтийского Моря Отгрохал Обсерваторию И в свободное От работы Время А его Основная Должность Была придворной Его основная Деятельность Была Он должен был Танцевать На балах Ухаживать За дабами И драться На дуэлях Это была Его основная Работа А хобби По ночам В свободное Время От работы Он записывал Координаты Небесных тел Но бывают У людей Хобби И надо сказать Что Тихобраги Написал 8 километров Бумаги С цифрами Небесных Светил 8 километров Бумаги С цифрами И умер Так и не опубликовав Своих Оригинальных Результатов Вот когда у нас Все гонялись За хиршами И публикациями Помните Был такой период А вы Это не заставили А Одного еще Короче Каждый Научный Сотрудник Должен был Сколько-то раз За год Опубликоваться В буржуйском Журнале Не в российском А в буржуйском То есть Надо было додуматься И при этом За публикацию Там Им надо было Платить То есть Здесь Человек Исследовал Что-то За наши Деньги Опубликовал Они не брали Публикацию Если здесь Уже Опубликовал И им Доплатив Ты там Публиковался Иначе Тебя не По конкурсу Это ж Надо было До такого Идиотизма Вообще Додуматься И надо Сказать Когда был Пик Этого Идиотизма Здесь На ученом Совете Нам поставили Пример Одного Человека У которого В году Было 340 С чем-то Публикаций Тут я Был на этом Совете Я не Виктор Простите Говорю Это как Мне сказали Вы на что Намекаете Я говорю Я ни на что Не намекаю Это как Это как Надо сказать Вот Академик Фок Который Был Наш Соотечественник Создатель Квантовой Механики Говорят Что однажды Один из его Учеников Пришел К Фоку Ну молодой Человек Решил похвастаться Он сказал Я в этом году Опубликовал Пять статей Знаете Что сказал Фок Он сказал Поводой человек Я думал Вы приличный Человек Фок считал Что две статьи В год Это крайне Если больше Это халтура Кстати У Эйнштейна За все время Было пять Публикаций Он Он бы не прошел Ни одного Конкурсного Переизбрания В России Плохо Работал Ну да ладно Так вот Тихо Браги У нас Долгое время Все попытались Ничего не сделав Что-то опубликовать А Тихо Браги Намерил Восемь километров Цифр И не опубликовал Представляете Для меня Это вообще Не лезло Ни в какие Ворота Но когда я был В Дании В музее Тихо Браги Оказалось Все очень просто Он умер Очень рано Совершенно Неожиданно И просто Не успел Опубликоваться При этом Многие считали Что Тихо Браги Он был большой Дуэлянт Что его убили На дуэли Да он по-моему 36 лет умер Ну может И в руку Конечно Но нет Он очень хорошо Дрался на дуэлях Его убить было невозможно Правда Единственный раз Тихо Браги Пол носа Оттяпали на дуэли Он был человек Богатый И пол носа Он из золота Себе сделал И надо сказать После этого Его рейтинг Среди дам Поднялся Просто Оказывается Дабом Молодые люди С золотыми Пол носами Очень нравятся Молодые люди Имейте пожалуйста Ввиду Это экспериментальный факт Когда у Тихо Браги Появился Золотой нос Он стал Гораздо Больше нравится Дамам Имейте ввиду Так устроен Наш мир Но если вы думаете Что Тихо Браги Умер На дуэли Нет Было еще хуже Пиво перепил Если честно Он умер От разрыва Мочевого пузыря По этикету В Чехии Нельзя было Выйти из пивнушки Раньше Чем король Он сидел И терпел И на этом Все кончилось Именно поэтому Сейчас в Чехии Самое почетное место В пивнушках Рядом с выходом С легкой руки Тихо Браги Так вот У Тихо Браги Есть еще Одна заслуга Примерно За год До своей Безвременной Кончины Он взял Вученики Кеплера И дал ему Задание Которое Было Абсолютно Нерешаемо Он ему Поручил Описать Движение Марса На небесной Сфере Нет Ну считали Что Хрустальные Тихо Браги Считал Что Земля Плоская Хрустальная Сфера Но Марс Там выписывал Черт знает Какие петли Но мы понимаем Почему Потому что Земля Крутится Они-то Этого Не знали И когда Кеплер Понял Что ему Дали Совершенно Непосильную Задачу Он в аспирантуру Пришел Кандидатскую Зай Не Вообще-то Говоря Все люди Которые Были Того Времени Занимались Космологией Астрономией Вообще-то Астрономия У них Тоже Была прикладная Штука А знаете Чем они В основном Занимались Как это Называют Астрологи Они все Были Они за деньги Предсказывали Будущее По положениям Зверсти А уж То, что Они там Чего-то Еще пытались Закономерности Искать Это уж Так Хобби Было Они деньги Зарабатывали Так вот Кеплер Вдрызг Разругался Стихо Браги И на этом Бы все Кончилось Но когда Тихо Браги Умер Эти 8 Километров Бумаг Попали В руки Кеплера И Кеплер Говорят 6 лет Смотрел На 8 Километров Бумаг С цифрами И через 6 лет И через 6 лет Между Между ними Нитку И вставите Сюда Натянув Нитку Фломастер И проведете То получится Эллипс Итак Эллипс Это геометрическое Место Точек Для которых Сумма Расстояний Давайте так Л1 И Л2 До двух Выделенных Точек Которые Называются Фокусами Есть что? Константа Вот оказывается Это первый закон Кеплера Второй закон Кеплера Говорит о том Что планета Вокруг Солнца Летает так Что площади Которые Заштриховываются Радиус Векторами За одинаковое Время Равны Друг другу С1 Равняется С2 Как можно Было догадаться Что надо Считать Число Пикселей По площадям Ну вы представьте Чего можно Можно было Считать Длинный Дуг Корни Из Длин Дуг Радиус Это чего Угодно Как можно Было догадаться Что площадь Надо считать Но правда Он и догадывался 6 лет Но вообще Я считаю Что когда Такие открытия Делают Сверху Там подсказывают Ну тот Кто все Это создал На самом деле Ну невозможно Нет Мы то понимаем Все очень просто Но Кеплер То этого Ничего не знал И наконец Третье Если мы летаем По эллипсу У эллипса Самое большое Расстояние Внутри Половина Его называется Большая полуось А вот это Называется Малая полуось Так вот Если вокруг Солнца По эллипсам Летают Разные планеты Если вы Для каждой Из них Большую Полуось Возведете В куб И поделите На квадрат Времени Года На квадрат Времени Длительности Года Что такое год? Это время За которое Планета Облетает То для всех Планет Солнечной системы Это константа До этого Космология Была другой Была Небесная Сфера И по ней Двигались Светила Причем Они были Двух типов Некоторые Двигались По дугам Окружностей И такие Светила Как называли? Звездами А некоторые Описывали Петли И такие Светила Как называли? Планетами В этой Классификации Ни солнце Ни луна Было Ни звездой Ни планетой Это было Нечто Отдельное Возникал вопрос Почему Светила Двигаются По таким Траекториям Было Объяснение Которое Объясняло Все Говорилось Что каждому Светилу Представлен Ангел И он Взмахами Крыльев Обеспечивал Движение Светила Согласитесь Это Объясняло Абсолютно Все У этой Космологии Был один Минус У нее Была Нулевая Предсказательность Нельзя Было Предсказать Что на Следующий Момент Придет В голову Ангел Так вот Друзья Когда Кеплер Сформулировал Три Закона Оказалось Что Ангелы Очень Одинаково Выдрессированы Они По Кеплеру Это все равно Ангелы все Делали Своими Крылами Только Они Делали Это Так Чтобы Для Любой Планеты Выполнялись Три Закона Кеплера Кто-то Ангелов Запрограммировал Ну а Потом Наступило Время Кого Исаака Ньютона Который Угадал Что Ф Равняется Ма А Ф Равняется Гамма Мн На Р Квадрате И Оттуда Все Три Закона Кеплера Получались Правда На вопрос А почему Гравитационная Сила Устроена Так Знаете Как Отвечал Ньютон Я Гипотез Не Измышляю И Поэтому Закон Всемирного Тяготения Ньютона Ничуть Не Лучше Кеплеровских Ангелов Он Просто Ангелу Приписал Математическое Описание И Больше Ничего Но Он Отказался Обсуждать Механизм Поведения Ангела Он Сказал Так Есть Поэтому Ньютоновская Теория Гравитации Не Очень Далека От Ангеловской Теории Она Чуть Чуть Математизирована И Все Окей Законом Сохранения Момента Импульса Да Значит Повторяю Относительно Центра В случае Центральных Сил Относительно Полюса Закон Сохранения Момента Импульса Работает Относительно Другой Точки Нет Правда И для Земли Летающей Вокрут Солнца Все Не так Просто Земля Не Точка Она Еще Сама Крутится И у Нее Есть Так Называемый Это Потом Назовут Спин Кроме Орбитального Движения Есть Собственное Вращение И когда У нас Будет Система Точек Оказывается Сохраняться Во времени Будет Суммарный Момент Импульса Орбитальный Плюс Спиновый Я вам по секрету Скажу Мы это Еще будем Обсуждать Что С течением Времени Спиновое Вращение Земли Замедляется Орбитальное Ускоряется И Земля Стремится Выровнять Периоды Вращения Годовое И суточное Вот У Луны Они Выровнялись И Луна К нам Всегда Повернута Одной Страной У Земли Они Разные Но Есть Некоторый Механизм Который Старается Их Вывернуть Поэтому Так как Год Длиннее Суток У нас Земля Такое Вращение Да Можно Сказать Почему Все На самом деле Очень Просто Вот Это Солнце Вот Это Земля Земля Крутится Она Летит И Крутится Вокруг Но Если Земля Повернута К Солнцу То Гравитационными Силами Солнце Немножко Выпячивается И Земля Немножко Выпячивается А Теперь За счет Вращения Земли Это Выпячивание Поворачивается И Естественно Оно Притягивается К этому И Вращение Земли Что Делает Тормозит Орбитально А Суточное А Поскольку Полный Момент Должен Сохраняться Мы Это Скоро Выведем То Орбитальное Движение Должно Ускоряться Это Будет До тех Пор Пока Они Не Повернутся Друг Друг Выступами И Не Так Будут Лететь Синхронно Вот Земля С Солнцем Уже Уравновесились А Земля С Солнцем Пока Не Уравновесилась Так Что Рано Или Поздно Если Чего Другого Более Неприятного Не Произойдет Все Планеты Будут Летать Так Что Делают Полный Оборот За год И Будут Смотреть К Солнцу Одной Стороной Совершенно Очевидный Механики Ничего Тут Сложного Ну Вот Это Закон Сохранения Момента Импульса Ну И Что У Нас Осталось Еще Немножко Начать Да Чуть Чуть Ну И Осталось